приветствую вас мои дорогие с вами я дольче даша давайте поговорим об аромате шанель каком адмуазель о том что он собой представляет как социокультурный и парфюмерный феномен когда я слышу этот аромат то в голове сразу предстает образ вообще на нейтральный какой-то девушки девушки живущие здесь сейчас среди нас героини нашего времени этот аромат как нельзя лучше на мой нюх ассоциируется с обобщенно нейтральным понятием девушка ну что такое девушка кого вы представляете когда слышите это слово девушка его девушка девушка передо мной какая-то там симпатичная девушка я представляю кого-то вроде актрисы камерон диаз в ее лучшие годы девушка которая милая симпатичная она всем нравится все ее любят она все в жизни успевает наверное в современности это уже будет black lively и девушка умница красавица аромат сам-то по себе абстрактные да нельзя невозможно выделить ни одной ноты которая была бы какой-то главенствующей когда я вдыхаю этот аромат то я могу сказать лишь то что приятно пахнет а чем пахнет конкретно сказать не могу и вот точно так и с женщинами на которых похож этот аромат с девушками ну то есть вот она хороша а чем она хороша непонятно даже не выделишь ни одной какой-то яркой выразительной черты общий образ такой миловидный приятный симпатичный это то что воплощено в этом аромате наверное потому он столь популярен любим и желанен и даже сегодня а кто же его рекламировал рекламировали его разные актрисы и модели ранее рекламировал кейт нос теперь кира найтли вот она очень хорошо передает обобщенно нейтральный такой образ понятия девушка ну вот девушка девушка и девушка вроде бы ничего особенного но она все успевает она идет по жизни уверенно она умеет и может все сама она нравится большинству но в то же время если попросить выделить в ней нечто особенное запоминающиеся какую-то изюминку индивидуальная вряд ли вам это удастся в то же время характер шанель есть в этом аромате наверное он в каком-то таком здоровом феминизме почему здоровом наверное потому что психологически благополучный феминизм он больше опирается на автономность личности на ее самостоятельность на ее способность в жизни идти и уметь все не все делать но все уметь самостоятельно и здесь нет никакой агрессии здесь нет никакого вызова брошенного окружающим тем более мужчинам наверное такая девушка привлекательна для мужчин именно тем что она такая самостоятельная но в то же время нет в этом какой-то бравады и того чтобы отталкивать мужчин такая девушка все успевает по жизни и девушка я ее называю как и габриэль шанель она девушкой в гроб и легла потому что не была замужем девушка еще означает что она умеет оставаться молодой вне возраста и никогда не думает о том что время идет и время работает против нее потому что она все успевает в этой жизни успевает все что ей более всего необходимо если же говорить о более молодом поколении то вы знаете я вспомнила песню елки певицы девушка студентка вот там очень четко прописан образ этой современной умницы красавицы которая все в жизни успевает все и удается но если в этом какой-то смысл какая-то глубина быть как все ведь если ты стремишься все успевать всем нравится то какой в этом прок для тебя со мной наверное все видео вас терзает вопрос почему она сидит в пиджаке надетом только на одну часть туловища а вторую не закрыла пиджаком вы вспомните как эмма вотсон участвовала в скандальной фотосессии когда на нее после этого накинулись феминистки коим она себя перечисляет и сделали ей замечание относительно того что она оголила грудь на что она сказала но это же мой выбор я вот самостоятельно решаю как хочу так я и поступаю и вот я тоже самостоятельно решаю как я хочу так и поступаю правда я еще не очень-то определилась как мне поступить всего вам самого доброго мои дорогие до новых парфюмерных встреч